Очередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям прошло 22 декабря. По сообщениям городских служб, эпидемиологическая обстановка в городе остается сложной. На этот день нарастающим итогом в Десногорске 1543 случая заболевания ковидом. Это данные ФМБА России. Всего выздоровело тысяча семь человек, 60% заболевших. Умерло 13 человек. За прошедшую неделю заболело 118 человек. По возрастам в основном болеют взрослые. На койках ковидного госпиталя в медсанчасти 99 человек. Ежедневно в регистратуру поступает более 150 звонков. Скорая помощь работает тремя бригадами. Обычный режим работы поликлиники, укомплектованный обычным штатом, это 60 вызовов. Сейчас их 200 этих вызовов. Соответственно, на каждый вызов нужно реагировать. Люди сидят, вот сейчас у нас работают на обзвоне, ну, вот сегодня 5 человек сидит. Дозвониться до всех, наверное, невозможно. Сразу, как того люди хотят. Поэтому нужно понимать объем работы, который выполняет медсанчасть. К сожалению, этой работы особо никто не видит и, к сожалению, не особо ценит. На дистанционном обучении по ковидному признаку находятся 120 школьников. По одному классу в первой, третьей и четвертой школе, два класса во второй школе. Кроме того, шесть классов выведены на дистанционное обучение по признакам ОРЗ. Это еще 130 человек. В целом, заболеваемость по школам составляет в среднем 9%, не превышает обычный показатель. По школам, по сотрудникам ситуация не очень хорошая. В первой школе 50% руководящего состава находится на больничном состоянии. И 100% это 4 человека из 4 руководящих работников школы номер 3. Текущие особо санитарные меры в Десногорске будут продолжены и дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!